Дорогие и любимые наши телезрители и конкурсанты Рахманинова. И вполне возможно в будущем. Это будущие звезды, это будущие солисты. Да что там говорить будущие? Уже эти ребята выступают на самых престижных площадках по всему миру. Мы, это ведущие, трансляции, это ведущая радио Орфеи, несравненно Ирина Тушинцева и Иван Густев. Welcome back, ladies and gentlemen, dear friends. We are back and live from the great hall of Moscow State Chikovsky Conservatory. And we proceed with auditions at the first round, first day, first Rachmaninoff musical competition that is held between three divisions, I mean, piano, conducting and composition. And of course, this very, very beautiful hall who remembers famous musicians who performed on this stage. We are so honored to be here in this hall with you, of course. Вы слышали, сколько раз повторяла Ирина слово первое. Но действительно, по-другому не скажешь. Это первый конкурс Рахманинова проходит по трем специальностям. Композиция, фортепиано, дирижирование. Через день начнутся прослушивания конкурса дирижеров, а еще через день конкурса композиторов. Ну, а прослушивания фортепианного конкурса уже начались. Уже четыре участника отыграли. И теперь мы через несколько минут начнем прослушивание вечерней сессии, где вашему вниманию предоставляется еще четыре легендарных... Легендарных, да, не побоюсь этого слова. Возможно, через несколько лет легендарных музыкантов. Ну, давай не будем забегать вперед настолько сильно. Но мы надеемся. Конечно, слово легендарный наверняка будет присутствовать в их жизни, но, как говорится, всему свое время. Сейчас давай еще раз напомним нашим зрителям, где можно смотреть наши трансляции. Возможно, какая-то платформа вам покажется наиболее удобной. Прежде всего, не забывайте, конечно же, об официальном сайте конкурса имени Рахманинова. Это rachmaninovcompetition.com. Также трансляции ведутся в ВКонтакте, в социальной сети, на официальной странице конкурса. Также наши прослушивания можно наблюдать и смотреть в режиме онлайн на портале Культура РФ и, конечно же, на сайте московской филармонии меломан.ру. Мы присоединены на всех возможных платформах, вокруг России, там много, и Ирина просто говорила, и не только на русском, но и на интернете. Некоторые платформы чиновные платформы проводят наиболее живое. Если вы только что присоединились, возможно, не имели возможности слушать дневные прослушивания, которые здесь проходили, то мы еще раз вам напомним, что сегодня члены жюри в течение дня отслушивают восемь первых исполнителей всего на конкурсе пианистов. Здесь выступят 24 музыканта. Нетрудно подсчитать, что их выступление займет три дня, и уже послезавтра нас ждет напряженнейший день, и, конечно же, долгожданный вечер, когда будут объявлены результаты первого тура. Я думаю, что мы здесь задержимся допоздна. На самом деле, в два днях результаты первого тура будут объявлены, и Тирина считает, что это будет продолжать несколько часов. Как обычно это случится, в конкурсе, реально. Да, да, да. Давайте хороший повод действительно назвать членов жюри нашего конкурса. Во-первых, артистический директор конкурса Рахманинова и представитель жюри конкурса пианистов, маэстро Денис Мацуев, возглавляет жюри. Затем Борис Березовский, Владимир Виардо, Та Куандонг, Фредерик Кемпф, Люши Кунь, Максим Могилевский, Владимир Овчинников, Владимир Писецкий и Владимир Троп. Это составы членов жюри. которые выявляют здесь, в Большой и Грэйт-Холле Московской консерватории, как выступление наших конкурсов. Также мы можем вспомнить, что эти праздники были предоставлены огромным проектом. Этот проект назвал «Мой Рахманинов». Так называется этот проект. Когда мы выходили пожилые и многое разных музыц país, режиссеры, композиции, режиссеры. puedes preguntать «Какие вы attitudeAUDI�oken Maybellam рахманиновой музыкой?» И «Как они любят эту музыку». Наши самые пряданые поклонники busy, традиционно, которые смотрят на наши трансляции, они наверняка помнят, что на конкурсе Чайковского у участников был выбор из пяти различных роялей. На конкурсе рахманиново есть небольшие изменения. а вот какие, узнаете прямо сейчас. И это довольно интимный процесс выбора рояля. В мире существует несколько производителей роялей концертного уровня. Каждый участник конкурса должен отчасти интуитивно, отчасти рационально решить, какой из трех представленных роялей разных марок больше подходит для задач выступления на конкретном туре конкретного конкурса. Тембр может быть у того где-то лучше, но у этого больше энергии идет в зал. И тебя лучше слышно вообще-то на Ямахе даже. Ответственная процедура, потому что к какому-то рояле ты уже больше приспособен. Какой-то ты на нем мог бы и играть даже, но в другой обстановке. А в этой обстановке он, скажем, сейчас ведет себя по-другому. Сейчас нормально все звучит. В общем, любой выбор это почти всегда компромисс. То есть мы выбираем какие-то достоинства и смиряемся с какими-то недостатками, которые, может быть, есть у того или иного рояля неизбежно. Рояль — это по своей натуре, наверное, все-таки что-то ближе к живому. И как каждый человек, у него есть определенные черты характера, определенная модель поведения при каких-то ситуациях, при взаимодействии с ним. И, исходя из этого, уже пытаешься понять, насколько тебе комфортно с этим инструментом или не так комфортно. Сидишь и думаешь, а как? А как все замечательные рояли? И что тут делать? Хочется на всех просто играть одновременно. Ну вот это как раз фрагмент того самого закулисья, который подчас бывает даже более интересным, чем, может быть, какие-то более обыденные вещи, которые на поверхности оказываются на поверхности и, наверное, доступны всем и каждому. А вот заглянуть, а что там происходит конкретно за сценой? А как они терянут свои номера для того, чтобы принять участие в конкурсе? А как они выбирают рояли? И, как вы видели, на самом деле это, в общем, такое непростое дело, потому что выбор инструмента от этого очень много зависит. В конце концов, у каждого своя стилистика, свое тушь, свой способ, так сказать, прикосновения к клавишам, ну и, в конце концов, репертуар тоже обязывает. Мы уже говорили неоднократно, что перед тем, как непосредственно вчера открылся этот конкурс, достаточно долгое время уже раскручивается очень интересный проект. Он называется хэштег «Мой Рахманинов», так что можете по как раз этому хэштегу перейти и посмотреть все материалы. Они доступны на официальном сайте конкурса. Все, кто работают над созданием этого конкурса, они принимали участие как раз-таки и в этом проекте. Это интервью, более или менее продолжительные, с интереснейшими людьми, известными музыкантами, композиторами, исполнителями, которые выказывают свое отношение к музыке Сергея Васильевича Рахманинова. Кстати, также не будем забывать и о том, что в грядущем году идет 150-летие со дня рождения Сергея Васильевича Рахманинова, и, конечно же, проводятся всеразличные мероприятия. На официальном сайте конкурса вы можете пройтись по виртуальной выставке, которую организовал Музей музыки. А если вы сейчас смотрите нас в Москве, то в свободное время обязательно посетите Цветной бульвар, потому что там сейчас открыта выставка, посвященная Сергею Рахманинову. Мы можем спросить вас и предложить вас следить за хэштегом «MyRachmaninov». Это огромный проект о Рахманинове, и прохождение и оппонентах Рахманинову от разных известных музыкантов. Есть документы, есть хроники, есть интервью. И сейчас он доступен на Цветной бульваре. Так что давайте следим. И прямо сейчас отличная возможность немножко окунуться в другие дисциплины и посмотреть интервью с председателем жюри конкурса композиторов Александра Владимировича Чайковского. Я бы хотел сказать несколько слов об Александре Владимировиче. Дело в том, что у меня личное отношение, потому что это мой профессор по композиции Московской государственной консерватории. Так что с особым удовольствием и нетерпением представляем вам интервью. На самом деле это интервью чем примечательно? Ведь Александр Владимирович Чайковский не просто председатель жюри творчества конкурса композиторов здесь, он же еще блестательный пианист, профессиональный пианист. И как раз-таки фрагмент этого интервью показывает отношение Александра Владимировича к музыке Рахманинова именно с пианистической точки зрения. Давайте смотреть видео. Это эксцепт от Александра Чайковского. Интервью о том, как он играл Рахманиновскую музыку. Я его очень много играл, когда учился как пианист. Я сыграл и первый концерт, и второй, и третий. А третий я вообще на дипломе играл в консерватории. Я играл при его прелюдии. И я много выступал когда-то с певцами, с романсами Рахмайна. Один из последних, это у нас были гастроли с Эльдаром Абдразаковым где-то уже 20 лет назад в Японии. И там вот он и Олега пел, и несколько романсов. Ну, во-первых, он колоссально развивает пианистический аппарат. Вот. И его очень приятно, в общем, играть. Он трудный, но он как-то тебя сам заводит, вот эта музыка. А потом уже он меня научил той вещи, с которой он сам столкнулся в Америке. Что нельзя одновременно писать музыку и играть на рояле, и заниматься концертной деятельностью. Я пытался тоже в свое время это делать, когда начал писать музыку, и не хотел оставлять пианистическую карьеру. И потом я уткнулся в то, что мне сил не хватает просто. Думаю, ну вот я буду там в день заниматься, там 4-5 часов на рояле, и буду писать там, ну хотя бы пару часов. Потом я понял, что это невозможно, потому что или я занимаюсь, или я пишу, потому что голова оказывается в совершенно разные вещи. Я не могу переключиться. и думаю, ну а как же вот Рахманинов, вот как же он писал. И потом я прочел в его письмах, он писал, по-моему, Метнеру, что я не могу писать, потому что я не могу переключиться. Ну, в общем, практически то же самое. Ну что, уважаемые слушатели, это был фрагмент интервью Александра Владимировича Чайковского, председателя жюри по специальности композиция, и замечательного композитора, пианиста, ну и к тому же моего дорогого, любимого профессора. Не могу об этом не упомянуть еще раз. Это не только твоего дорогого любимого профессора. Что, ты тоже его обучалась? Нет, я просто его очень люблю. Я просто его очень люблю. Я немножко ревную. Он всегда выдающийся музыкант. Нет, ревную ревность тут совершенно ни при чем. Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем ожидать появления жюри здесь в Большом зале Московской консерватории. А впереди нас ждут выступления еще двух участников. Давай немножко расскажем, а то как-то мы все не успеваем представить наших замечательных конкурсантов. Сейчас исправимся. Итак, сейчас в первой половине вечернего прослушивания мы с вами услышим двух музыкантов. Первый из них Глеб Иосиф Романчукевич. Он представляет Россию для себя. Он выбрал инструмент Ямаха. Он родился в Москве в 2001 году, окончил Московский колледж имени Шопена. И в настоящее время он студент второго курса Московской государственной консерватории имени Чайковского. Активно участвует в музыкальной жизни столицы, выступает в наших лучших концертных залах, участвует во всевозможных фестивалях, в том числе Крещендо, в фестивале Дениса Матуева «Звезды на Байкале». Выступал он в Королевской музыкальной академии в Лондоне, выступал во многих других городах нашей необъятной страны. И в программе выступления Глеба Романчукевича музыка двух извечных оппонентов, как мы уже выяснили, конечно, Сергей Васильевич Рахманинов и Александр Скрябин. Ну, а затем, после окончания выступления Романчукевича Глеба Иосифа, выступит на этой сцене Константин Хачикян, еще один представитель Московской государственной консерватории, лауреат многочисленных международных конкурсов. И вот опять интересная законобенность. Снова музыка Скрябина будет представлена. У нас действительно во всех буквально отделениях, сессиях, да и в дневной сессии, и в вечерней музыка Скрябина и Рахманина. У вас есть возможность сравнить, кстати говоря, эти интерпретации для тех слушателей, которые на протяжении с нами все время. Я уверен, что таких слушателей много, потому что музыка действительно просто не дает выдохнуть. Ну что, немножко о программе. Константин предстоит следующую программу у нас. Это произведение Рахманинова. Пять прелюдий. Ми минор, соль мажор, ля мажор, соль диез минор и ре бемоль мажор. Особенно хотел бы отметить соль диез минорную прелюдию. Ее часто называют колокольчики, бубенчики. И она часто ассоциируется с такого рода бесконечной дорогой. Вообще тема колоколов, конечно, она в творчестве Рахманина очень важна. И вот у вас будет возможность оценить, как Рахманинов, по мнению некоторых теоретиков, изображал колокола в музыке. И тема вечной дороги тоже весьма актуальна для музыки Сергея Васильевича Рахманинова. Для нашего интернационального зрения, наши следующие компетитеры, Глеб Пиосифремон-Чукович, который представляет Россию. Он играет на пиано «Ямаха». Он из Москвы, сейчас он студент в Московской консерватере. Он будет выступать программой с музыкой Рахманинов и Александром Скрабином. И после этого мы будем слушать Константину Хачикян, который также из России, с программой с музыкой Скрабин, Дебюсси и Рахманинов. Вы слышите аплодисменты, фанфары. Жюри появляется в большом зале, занимает свои места. И мы, конечно же, с нетерпением переключаем свое внимание на сцену зала. Давайте слушаем наших компетитеров. Мы просим вас занять места в концертном зале. Уважаемые грамотные господа, мы обращаемся к вам с удивительной просьбой отмечить средства макривной связи на моем программе. Поверьте, пожалуйста, на включение по вашему приветствию. Поверьте, пожалуйста, на включение по вашему приветствию. Поверьте, пожалуйста, на включение по вашему приветствию. имени Сергея Васильевича Рахманинова. Это фортепианная специальность. Мы продолжаем первую интернациональную рахманиновскую компетенцию пианистов, композеров и ведущихся. Это пиано-секция. Давайте представим жюри. Представляем членов жюри конкурса. Заслуженный артист России, honored artist of Russia, Борис Березовский. Владимир Виардо, Россия, США, Russia, USA. Та Куан Донг, Вьетнам. Фредерик Кемпф, Великобритания, Германия. United Kingdom, Germany. Лю Ши Кунь, Китай, China. Максим Могилевский, Россия, Russia. Народный артист России, People's Artists of Russia, Владимир Овчинников. Заслуженный артист России, honored artist of Russia, Валерий Бесецкий, Россия, Russia. Заслуженный деятель искусств, honored art worker of Russia, Владимир Тропп, Россия, Russia. Председатель жюри, художественный руководитель конкурса, народный артист России, the chairman of the jury, artistic director of the competition, People's Artists of Russia, Денис Мацуев, Россия, Russia. Участник номер 5, номер 5, Глеб Иосиф Романчукевич, Россия, Russia. Скрябин, фантазия Си минор, сочинение 28, поэма Ноктюрн, сочинение 61. Рахманинов, этюд картины, из опуса 39, Фа диез минор, номер 3, Си минор, номер 4, Ля минор, номер 6, Ре минор, номер 8, Ре мажор, номер 9. Скрябин, фантазия, в Б минар, опус 28, поэма Ноктюрн, опус 61. Рахманинов, этюд табло, from опус 39, в F-шарп минар, номер 3, в Б минар, номер 4, в А минар, номер 6, в Д минар, номер 8, в Д мейджор, номер 9. Глеб Иосиф Романчукевич. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Дебюси ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Дорогие друзья, снова в программе прослушивания первого дня первого тура на состязании конкурса пианистов объявлен перерыв. Только что закончил свое выступление под бурные овации зала Константин Хачикян, представитель России, прекрасным исполнением прелюдии Сергея Васильевича Рахманинова. Хочу отметить, что в его программе также звучала одна из самых виртуозных и радостных пьес Клода Дубюси, это был «Остров радости». Ну и также в этой части прослушивания мы наслаждались выступлением еще одного конкурсанта Глеба Иосифа Романчукевича. Уважаемые слушатели, стоит напомнить, что мы продолжаем вести трансляцию. Мы это ведущая радио Орфея Ирина Тушинцева и Иван Гостев. Действительно, сейчас отыграли уже свои программы два участника и впереди нас ждут еще выступления двоих. Но только после того, как мы по уже сложившейся традиции побеседуем с одним очень интересным музыкантом, не будем пока раскрывать его имя. Тем временем продолжается наша трансляция. Еще раз напомню, что следить за событиями конкурса вы с легкостью можете благодаря интернет-сервисам, разным платформам, в том числе, конечно же, официальному странице, официальному сайту конкурса rachmaninovcompetition.com. Конечно же, благодаря официальной странице конкурса ВКонтакте можно заглянуть на портал Культура РФ, а можно смотреть на сайте филармония meloman.ru. Ну и, конечно же, одно из самых известных творений Сергея Васильевича Рахманинова – это рапсодия на тему Паганини. Она появилась среди последних произведений, Рахманин написал ее уже в, можно сказать, поздний период творчества. И интересно, что ведь существует балет Паганини, который, собственно, поставил Михаил Фокин. И вот интересная история была связана с тем, как работали над этим произведением Фокин и Рахманинов. И вот пролить свет на эту мистическую историю поможет следующее видео с участием одного из лауреатов конкурса Чайковского – Дмитрия Маслеева. Но я бы сказала, не просто лауреата конкурса Чайковского, а абсолютного победителя конкурса Чайковского 2015 года. Эксерпт от интервью Дмитрия Маслеева, победителя Чайковского в 2015 году. Мы готовы смотреть сейчас. Есть переписка между Рахманином и Фокином о том, можно ли сделать на музыку рапсодии на тему Паганини балет, который был, кстати, представлен около пяти лет после премьеры самой рапсодии и большим успехом пользовался у публики впоследствии. И вот как раз творческие какие-то моменты, творческие процессы очень интересно наблюдать сквозь его письма. Как он спрашивал, допустим, вообще в процессе создания рапсодии историю создания темы Диесиры, одна из тем, на которой написана рапсодия. Просил, по-моему, прислать полную версию темы, но использовал только начальные такты, а окончание темы уже заменил собственным сочинением. Ну вот как мы и обещали, дорогие друзья, сейчас у нас здесь, в нашей импровизированной студии, во время перерыва появился замечательный наш гость, один из членов жюри нынешнего прослушивания, конкурса пианистов, музыкант уже в четвертом поколении, если я не ошибаюсь, Максим Игоревич Могилевский. Огромное спасибо, что вы сегодня выбрали время, пришли к нам. Мы очень рады представить нашим любимым гостем Максим Могилевский. Вы помните пиано и, в самом деле, победитель многих прайсов. Мы очень рады представить нашим любимым гостем. Максим Игоревич, мы бы хотели... Да, спасибо большое, мне Ирина помогает. Действительно, это для меня довольно новая роль с микрофоном, но мы будем адаптироваться к этому. И хотелось бы задать вот какой вопрос. Уже, собственно, шестеро участников отыграли. Какие общие впечатления относительно уровня музыкантов, относительно технической оснащенности? Можете прокомментировать. Добрый вечер, дорогие слушатели. Я, во-первых, хочу сказать, что я счастлив быть на этом замечательном событии, на это событие огромного мирового масштаба. И что может быть приятнее и лучше в жизни, чем сидеть в этом зале, в Большом зале Московской консерватории, легендарном зале, и слушать музыку Великого Рахманинова. Об этом только можно мечтать. Вот моя мечта, наконец, сбылась. А что вы скажете об уровне участников, которые выступают? Надо сказать, что этот конкурс сейчас вызывает огромный интерес во всем мире, и выступления участников смотрят везде, на всех континентах. И я должен сказать, что это будет очень сложно выбрать победителей, очень сложно выбрать тех, кто пройдет следующий тур, потому что уровень очень высокий, уровень грандиозный. И очень отрадно слышать молодых музыкантов, которые так прекрасно понимают и чувствуют музыку Рахманинова. Что самое главное в музыке Рахманинова? Это пение. Потому что Рахманинов – это поэт и певец на фортепиано, так же, как можно это сказать и про Шопена, но а вот наш великий гений – это Рахманинов. И вот многие участники знают, как нужно играть эту музыку и поют на фортепиано. Моя вопроса была на уровне выступления, на уровне выступления, на уровне выступления этой соревнований. И Маэстро Могилевский ответил, что уровень очень высокого. И самое важное, когда вы играете Рахманинов в музыке, это пиано это звучание. Максим Игоревич, подскажите, пожалуйста, как вы помните свое первое ощущение, когда вы впервые пальцами почувствовали музыку Рахманина? Что вы при этом ощутили? Вы знаете, это имя святое в нашей семье. Мой отец Евгений Могилевский, народный артист России, знаменитый пианист, выиграл первую премию на конкурсе «Королевы Елизаветы» в 64-м году, исполняя третий фортепианный концерт Рахманинова. И поэтому с детства я всегда слышал дома музыку Рахманинова. И я пытался подражать папе, и подходил к роялю, мне было несколько лет, и пытался наиграть первую тему из третьего фортепианового концерта, то, что вчера гениально исполнил наш великий пианист Денис Мацуев. Также должен сказать, что в нашей семье существуют близкие связи с Сергеем Васильевичем Рахманином. Мой прадедушка, который окончил Московскую консерваторию в 1909 году с большой золотой медалью, был близким другом, соратником и был первым исполнителем Трио Сергея Васильевича Рахманинова совместно с Брундуковым на виланчеле, Трио памяти великого художника, сочинение 9. И в нашей коллекции имеются ноты с пометками Сергея Васильевича Рахманинова. Поэтому вот это все, что сейчас происходит, это невероятно дорого для меня, для моего сердца, для всей нашей семьи, и я совершенно счастлив здесь быть. Это просто потрясающий рассказ. Вопрос был о первом встрече с Рахманином Рахманином в детстве Могилевский. И он просто вспоминал, что он пытался иметь его папу, который был художник в УССР, и был победителем известной пиано-компетицией. И он вообще победил этой пиано-компетицией, который играл на 3rd Рахманинев пиано-кончерто. Максим Игоревич, не секрет, что многие участники, естественно, находятся под влиянием авторитета таких маститых музыкантов, как вы, которые в жюри находятся. Скажите, оболвало ли у вас такое, что вы слушаете кого-то из участников и думаете, «О, вот эта свежая интерпретация, мне нравится, я, пожалуй, ее в своем творчестве тоже как-то использую». Конечно. Очень часто слышишь совершенно новые какие-то мотивы, новые интонации и новые интерпретации. Это очень отрадно. Потом еще хочу заметить вот о чем. Что мне посчастливилось быть на концерте Владимира Горовица, когда он приехал в 86-м году сюда, в этот зал. Исторический концерт. Исторический концерт. Я был именно на репетитной концерте. И он исполнял именно вот эти произведения. И у меня буквально текли слезы. Потому что я вспомнил, как я маленьким ребенком был на концерте великого маэстро, который играл музыку Рахманинова вот здесь, в этом зале. Ну, мы должны отпускать Максима Игоревича, сейчас нам наши помощники помогают, показывают, что мы должны переходить на следующее видео нашей программы. Спасибо вам огромное, что к нам сюда поднялись. Успехов вам и, в общем, удовольствия от прослушивания. Я желаю всем слушателям тоже насладиться музыкой Рахманинова. Спасибо большое, маэстро Могилевский. А у нас в эфире сейчас фрагмент еще одного интервью. И сейчас мы просто смотрим интервью по Цискоридзе. Давайте смотрим. В результате их совместных усилий был поставлен фантастический балет Паганини. Находясь в разъездах и не имея возможности встречаться, будущий балет авторы обсуждали в письмах. Также в 1939 году они обменялись поздравлениями по поводу премьеры. «Дорогой Сергей Васильевич», пишет Михаил Михайлович Фокин, «поздравляю вас с новорожденным. Наш первый балет очень удался и был встречен восторженно. Занавес подымали без конца. Кланялись в самых разнообразных комбинациях. Фраг, ангелы и черти. Я тоже кланялся старательно и за вас, и за Судейкина, и за себя». В ответ Рахманинов напишет, «Дорогой Михаил Михайлович, благодарю вас за ваше доброе письмо, рецензии, программы и так далее. Только поглядев их, узнал о вашем личном празднике. Значит, прежде всего, позвольте поздравить вас и Веру Петровну с днем рождения и пожелать вам на долгие годы иметь хороший театр, хороших артистов, пианистов, хороший оркестр и хороших композиторов. И чтобы эти последние с готовыми партитурами новых балетов под мышкой толпились бы в очереди перед дверью вашей приемной. И вы бы только покрикивали «Следующий». Отчеты о первом спектакле «Погонение» мне протелефонировал один знакомый на следующее утро. Вечером звонили дети. Получил еще сегодня подробное письмо от театрала. Многое на своем веку повидавшего. Ну что, уважаемые слушатели, дорогие гости, я уверен, что вы продолжаете смотреть наши выпуски, наши трансляции. Пару секунд буквально назад мы общались с маэстро Могилевским, представителем жюри на этой площадке в состязании пианистов. Он поделился тоже своими откровениями, открытиями. Очень удивительно, да, то, что он присутствовал на концерте Владимира Горовица, замечательного музыканта, в 86-м, по-моему, году, когда здесь, в Большом зале консерватории, Горовиц исполнял произведение Рахманина. Это был действительно трогательный опыт. И что мне особенно запомнилось из нашего интервью, то, что Максим Игоревич сказал о том, что действительно не прерывается связь по отношению с молодыми музыкантами. Молодые музыканты влияют на маститых членов жюри тоже своими интерпретациями. Ну, хотелось бы, чтобы это в идеале действительно было так, потому что сохранять способность воспринимать новое, и даже если у тебя есть какие-то сложившиеся каноны исполнения того или иного произведения, мне кажется, это большая доблесть — уметь слышать другой подход и правильно всё это воспринимать. Вообще, не зря прозвучало имя Владимира Горовица, потому что вспомнилась мне удивительная история. Однажды у Артура Рубинштейна спросили, кого вы считаете самым великим пианистом 20-го столетия. На что Артур Рубинштейн, в принципе, недолго размышлял, он ответил, конечно, Владимир Горовиц. Интервьюер спросил, а как же Рахманинов? — А, — ответил Рубинштейн, — так я думал, вы меня про пианистов спрашиваете, а Рахманинов это и поднял руки к небу. — Да, мне вспомнился другой забавный случай. Как-то Владимир Горовиц делился словами Рахманинова, сказанного о нём. Собственно, Владимир Горовиц был известен как один из самых известных исполнителей третьего концерта. И вот Горовиц говорил, что Рахманинов написал этот концерт для слонов, как он сам признавался, так что, наверное, я и есть один из них. — Мы просто sharing our stories about Рахманинов, about his pianism, about Владимир Горовиц, who adored Рахманинов and very, very many times performed Рахманинов's music, especially his third piano concerto. And, of course, this was a story, actually a joke, but happened in real life when Arthur Rubinstein was asked who he considered to be the greatest pianist in 20th century. And he answered, of course, Владимир Горовиц, what about Сергея Рахманинов? Well, I thought you asked me about the pianist. Сергей Рахманинов is our god. — Yeah, I got a funny story about Horowitz. Horowitz confessed that Rachmaninov actually wrote the third piano concerto for elephants, so Vladimir Horowitz must be one of them, because he was one of the best performers, interpretators of this concerto. — Вообще, в 20th century, слоны как-то очень часто фигурируют музыки. Вспомнилась еще одна история, когда номер Игоря Стравинского в Америке набрал Джордж Баланчин и попросил написать ему полку для цирковых слонов, на что Стравинский ответил, «Да, обязательно напишу, только чтобы это были молодые слоны». — Да, действительно, ваш возраст слонов играет значение, безусловно. Уважаемые слушатели, я думаю, что вы уже заждались некой информации об этом удивительном зале, в котором мы сейчас находимся. Стоит упомянуть, что в прошлом году Большой зал консерватории праздновал свое 120-летие, представляете? Вообще, строился этот уникальный зал буквально всем миром. Жертвовали на его постройку и представители интеллигенции, и даже Александр Трейц, и музыканты, представители профессорского состава Московской консерватории, а архитектор консерватории и, собственно, Большого зала Василий Загорский просил во что бы то ни стало сохранять за ним вот это вот звание архитектора, потому что он хотел улучшать этот зал, его уникальные акустические характеристики. — Ну и, конечно же, этот зал не мог быть открыт без усилий тогдашнего директора консерватории Василия Сафонова, который сделал очень много для развития самой консерватории, конечно же, для открытия этого зала. И, конечно же, я хочу сказать, что мы сейчас в Московской консерватории is the contemporary of Сергея Рахманинов. И поставить в программу, прямо так, лоб в лоб, музыку Рахманинова и музыку Скрябина, чтобы ощутить, во-первых, атмосферу эпохи, а во-вторых, что называется, почувствовать разницу, насколько просто диаметрально противоположными по дарованию, по таланту, по мировоззрению были эти музыканты. Я что думаю, у нас соблазнительная возможность назвать участников, которые будут выступать прямо сейчас. И так наш эфир продолжит выступление Арсения Тарасевича Николаева. Я думаю, что это имя знакомо практически всем любителям музыки. Я так понимаю, что это один из самых опытных участников на этом конкурсе. Действительно, он выпускник Московской консерватории по классам Даянца, а также окончил ассистентуру стажировку у профессора Сергея Леонидовича Даренского, несравненного учителя Дениса Леонидовича Мацую. Нашим следующим партисментом – Арсений Тарасевич Николаев, который представляет Россию. И он будет выступать в Дебюсе, Лиле Жуайос, Рахманинов, several preludes, and of course, Александр Скрябин, соната форпиано номер 4. Да, и мы как раз только что сказали его программу. Прекрасно, на французском языке, Ирина, «Остров радости», да? Ну, это всего лишь название. Всего лишь название. Звучит, как просто музыка, да, слушаясь в это. Давайте я для тех, кто не понимает французский, сейчас переведу. Итак, Дебюсе, «Остров радости», затем Рахманинов, прелюдия до мажор, сочинение 32-ое, прелюдия си бемоль минор, сочинение 32, и соль дес минор. Вы ее сегодня уже слышали в исполнении Константина Хачекяна, да? Прелюдия соль мажор, соль минор, известная прелюдия, в общем, одна из самых известных в творчестве Рахманинова, затем Полька, и в конце опять Скрябин. Снова мы произносим это таинственное, мистическое имя, да? Завершится все сонатой номер 4, фа, диез, мажор. Ну, собственно, опять-таки, Рахманинов и Скрябин, действительно, это два удивительных персонажа, потому что Скрябин действительно не уставал ругать музыку Рахманинова. Рахманинов так не поступал в отношении Скрябина. Более того, после внезапной кончины Александра Николаевича он дал благотворительный концерт в пользу семьи. Мне кажется, что если бы случилась, не дай бог, обратная ситуация, то Скрябин бы, наверное, столь благородно не поступил. Но, впрочем, история не знает сослагательного наклонения. А вот что знает история, так это то, что Скрябин не закончил Московскую консерваторию как композитор. И мы это с вами все прекрасно помним, потому что он не выполнил задания в классе Арианского и был отчислен за неуспеваемость. Сегодня в это сложно поверить, но один из величайших композиторов начала 20-го столетия не имел диплома профессионального композитора. В общем, двоечником был. Что тут скажешь? Да, гениальный двоечник. Мне кажется, это фраза, по-моему, Стива Джобса, я не помню. Кто это сказал, что отличники получают пятерки, а двоечники творят историю? Ну, вот такая была какая-то история. Двоечники, да, изобретают и совершают самые важные открытия. Да, действительно. А следующий участник, да, Андрей Иванов? Да, и завершать сегодняшнее прослушивание будет представитель Беларуси Андрей Иванов. Он, кстати, выпускник Королевской консерватории в Бирмингеме и Московской консерватории Ничейковского в классе Труль. Степендиат специального фонда президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи выступал в самых-самых разных концертных залах, в том числе и в Европе, в Бирмингеме, в Лондоне. Активно сотрудничает с оркестрами России, в том числе с оркестром Московской филармонии, с Белградским оркестром и так далее, и так далее. Выпускаются на разных лейблах, в том числе на лейбле Накса с его диски с фортепианной музыкой. Что касается его программы, которую он сегодня исполнит, то это, опять-таки, обязательный Сергей Рахманинов. И в данном случае мы услышим две прелюдии из тетради Опус-23, это прелюдии Фадис Минор и До Минор, и два этюда картины из сборника Опус-33. И, наконец, впервые за сегодняшний конкурсный день будет звучать музыка еще одного великого композитора 20-го столетия Игоря Федоровича Стравинского, фрагменты из его балета Петрушка. Ну что, уважаемые слушатели, уже жюри занимает свои места в, собственно, за судейским столом. Публика ждет, и мы прямо сейчас начинаем прослушивание вечерней сессии первого дня конкурса Рахманинова и открывает их Арсений Тарасевич Николаев. Рахманинова Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Прелюдия соль минор, сочинение 23, номер 5 Скрябин, соната номер 4, фа диез мажор, сочинение 30 Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аплодисменты 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну что ж, вот сейчас мы с полной ответственностью, с чистым сердцем можем объявить прослушивание первого дня на первом туре первого Рахманиновского конкурса в Москве оконченными. Только что со сцены Большого Зала Консерватории ушел представитель Белоруссии Андрей Иванов. Кстати, исполнял он сегодня единственного за весь день Стравинского. Это были фрагменты из балета «Петрушка». Ну а до него к удовольствию публики выступал Арсений Тарасевич Николаев. И что же стоит сказать, дорогие друзья, мы увидимся с вами совсем скоро. Начало прослушивания второго дня первого тура в 15.00, ну а мы с вами будем общаться уже в 14.45, так что возвращайтесь к нам в 14.45. So we proceed with the auditions tomorrow. We start our webcast from the Bольшой Hall of the Moscow-Cherkowski State Conservatory at 2.45 p.m. Moscow time. Stay tuned with us and follow us on every internet platform. Follow the events at the Rachmaninoff International Musical Competition. See you tomorrow. Счастливо, пока. Продолжение следует...